Ну а теперь репортаж с концерта группы «Пикник». Группа «Пикник» накануне Международного женского дня дала в Москве аж два концерта подряд. В первый день для поклонников со сцены клуба 19.30 прозвучала традиционная весенняя программа, которая была создана командой Эдмунда Шклярского. А вот на следующий день трек-лист составили любимые фанаты путем голосования. Никаких неожиданностей не было, желания «Пикника» и поклонников совпали полностью. Зрители хотят того же настроения, что и мы. Антракт между этими двумя концертами был не вполне обычным, а с выставкой картин внушительных габаритов. Ну а как иначе? Вы только посмотрите на эти размеры. У каждого пришедшего была возможность очутиться в руках великана. Многие вам уже знакомы. Это обложки к синглам и альбомам. То есть некоторые делались специально для оформления дисков, некоторые случайно стали. То есть надо оформить диск. Мы вот брали какую-то картину. Продать, купить, подарить эти произведения искусства достаточно проблематично. Они же огромные. Но если у вас вдруг возникло желание забрать себе домой картину Эдмунда Мячеславовича, то «Пикник» подсказал один действенный способ. Конечно, существуют способы легальные, нелегальные, ну всякие способы. Ночью проникнуть сюда. Посмотрели фильм про электронику? Ури, он знал все эти способы. Вы можете им воспользоваться. Мы со зрителями, конечно, не стали пытаться красть экспонаты, но не удержались и перед концертом немного пофантазировали, представив, что вот, например, одну можно реально уместить у себя дома. Какая бы это была. Первые места забрали хиты и пикника, что неудивительно. Чужую страну всем, наверное. Египтянин. Ах, вернисаж вернисажем, а концерт впечатлил всех пришедших не меньше выставки. Оба дня селдауты. Эмоции у зрителей столько, что аж дух захватывало. Да что я рассказываю, смотрите, как все прошло сами. И снова, и снова послушай, мы дышим большими глотками, мы сломанные игрушки, в руках великана. И снова, и снова послушай, мы дышим большими глотками, мы сломанные игрушки, в руках, в руках. Тур группы «Пикник» в руках великана продолжается. Музыканты всю весну будут колесить по России, даря любимым поклонникам свою внеземную и просто сумасшедшую энергию. Музыка. Музыка.